Продолжаем. Мария из города Самары спрашивает, с каким музыкантом вам хотелось бы выступить? Как много нужно заниматься в день? И есть ли у пау-линии какие-то приметы перед концертом? Сразу все вопросы. Приметы какие-нибудь перед концертом. Крестится, плюет через левое плечо, гуляет под дождем. Не совсем. Но для первого вопроса, кто я бы хотел петь? Нет, кто я бы хотел петь? Наткин Коул. Наткин Коул. Но он умер. Наткин Коул был мой лучший, один из моих любимых певец. Вокалист. И второе было... Как много надо заниматься? О, это одна вещь, о чем вы не должны думать о нем. Если вы играете гитару, играйте, когда вы хотите играть. Вот очень хорошая рекомендация. Не планируйте работу над гитарой. Желайте этого. Играйте столько, сколько хочется. Это должно быть как бы привычкой. Равно как вы приходите с работы и смотрите телевизор. Также должна быть привычка хотеть взять в руки гитару и с ней быть. Должно быть желание что-то постичь и что-то освоить. Не команда самому себе, что я должен это сделать, потому что я это должен сделать. Это должно быть действительно потребность. И для третьего, я sing since I was nine years old, in front of a crowd. I sing in a program for kids in my city. So I never had problem of stage fright or anything. I just sit down and like... Ну, относительно исполнения или вообще пребывания на сцене, то Полынь выступает на сцене уже с девятилетнего возраста, перед большой аудиторией. Практически никаких у него таких вот нету моментов перед концертом, о которых вы спрашиваете. Просто выходит и играет. К сожалению, у нас время неумолимо катится к своему финалу. Еще остался вопрос от Татьяны из города Москва. Пишите ли вы сами музыку, можете ли что-то исполнить? Видимо, Татьяна включила не в начале программы телевизор. Поэтому ответ да, безусловно. И, наверное, сейчас еще в конце как раз Паулине что-то исполнит. Настал момент вручить приз за самый лучший вопрос от телезрителя. Напомнить, какие вопросы были. Итак, значит, как там приметы, сколько надо заниматься, пишите ли вы сами, как добиться такой раскоординации. Россия участвует, воспринимая как балалайка водка и медведь. И исполняется ли басанова исключительно с вокалом. Вот это вопросы от телезрителей были. Какой самый хороший? Вот нужно вручить кому-то вот эту изящную вещицу фирмы Planet Wave с такими вот прям нереальными защелочками. Ну, честно говоря, все вопросы очень были хорошие и здесь трудно выбрать. Но если уж действительно придется выбрать, то, пожалуй, тот вопрос, который был связан, как и сколько надо практиковать. Как и сколько нужно заниматься в день, спрашивала Мария из города Самара. Мария, перезвоните, пожалуйста, нам ремень ваш. Аплодисменты тоже ваши. Итак, к сожалению, время программ заканчивается. В гостях у нас был Паулиния Гарсия и Марина Калинина, которая его привезла сюда при помощи проекта «Москва-Чикаго». Меня звали Александр Лучков. Значит, теперь меня так уже не зовут. У нас звучит последний музыкальный номер. В эфире наш гость исполняет что? Это песня, которая больше всего была оценена студентами колледжа, вокалистами. Аплодисменты. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok